добрый день дорогие друзья давайте начинать у нас я чувствую летнее настроение уже наступает хотя еще весна но я напомню что сегодняшняя тема она как раз для смольный слушает несколько человек по телефону это сильно что сейчас как раз наступает период всякого разного цветения и соответственно всяких разных аллергических болезней связанных с пыльцами и будет продолжаться аж до августа месяца вот поэтому сегодняшняя тема она достаточно актуальна именно для периода нашего вот мы с вами сегодня в общем-то поговорим об астме единственная проблема стоит в том что зайцев андрей алексеевич на которую я очень рассчитывал чтобы он так сказать завершил и подытожил нашу сегодняшнюю встречу сбежал лечить тяжелую больную поэтому его не будет мне придется отбиваться за всех вот значит мы сегодня решили построить таким образом мы сделали оценку технологии препарата фостер который идет для лечения этой патологии о чем мы собственно сегодня расскажем а потом татьяна сель заугольникова расскажет все что она думает про асму и с учетом той оценки технологии да мне хотелось бы просто я специально вот в таком порядке да то есть чтобы вы как-то тоже попытались отразить какие-то вопросы которые будут доложены данилу николаевичем данил николаевич перед вами уже выступал один раз да про противогриппозные препараты если вы помните на будущий год я думаю мы еще сделаем по все-таки по этим самым вакцинам закончим тему вот ну а сейчас тогда по применение фостера для лечения астмы пожалуйста добрый день уважаемые коллеги сегодня я представляю доклад по результатам оценки медицинской технологии применения препарата фостер в лечении бронхиальной астмы сначала я дам понятие что такой бронхиальной астмы какие есть подходы лечения потом расскажу что такой фостер на что он направлен и каковы результаты оценки его применения бронхиальная астма как дает есть международная организация международное сотрудничество по лечению бронхиальной астмы сокращенно называется джина она выпускает руководство по лечению астмы основанная на научных данных полученных во всем мире джина 2015 года дает такое определение бронхиальной астмы это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей в котором принимает участие многие клетки клеточные элементы это заболевание это воспаление обуславливает реактивность бронхов гиперреактивность что приводит к эпизодам свистящих хрипов от дышки затруднения дыхания чувство зала у меня большая просьба выключите пожалуйста телефоны ну что такое за дела чувство заложенности в груди и кашля особенно по ночам и ранним утром эти эпизоды они связаны с в реальной с вариабельной обструкции дыхательных путей обращу внимание по ночам и ранним утром симптомы астмы разделяется на дневные и ночные и это имеет значение для оценки контроля бронхиальной астмы в частности по этому показателю наличие дневных наличие ночных симптомов оценивается эффективность препарата то есть дает он контроль астмы избавляет он от симптомов или же не полностью что обуславливает значение бронхиальной астмы почему мы о ней говорим распространенность астмы составляет от 1 4 до 10 18 процентов среди населения цифры очень варьируют и в россии зарегистрирована одна цифра однако есть данные экспертов которые говорят что истинная распространенность астма у нас в шесть-семь раз больше и те кто зарегистрирован это пациенты в основном с тяжелой формы то есть идет недодиагностика астмы пациенты с легкими симптомами они даже не понимают что они больны и не всегда обращаются мире страдает более 300 человек 300 миллионов человек во всем мире в россии распространенность астмы составляет 910 910 случаев на 100 тысяч населения и по данным минздрава по официальным статистическим данным с 2011 года у нас отмечается постоянный рост астмы в среднем это на восемнадцать тысяч человек в месяц и в год астма дает социально-экономическое влияние она ведет к ущербу в чем это выражается через 10 лет после установления диагноза по данным российских специалистов выступает инвалидизация пациентов то есть человек уже становится потерянным для общества для трудовой деятельности плюс это конечно тяжело для самого человека стать инвалидом первичная инвалидность в россии это примерно единица на 10 тысяч населения в мире идут другие показатели в мире астма обуславливает 15 миллионов daily что такое daily это год потерянный в связи с нетрудоспособностью и этот показатель он составляет 1 процент для астмы от всемирного ущерба от болезней по этому показателю астма сравнима с такими заболеваниями как сахарный диабет шизофрении или цирроз печенью каково лечение астмы настоящий момент целью лечения астмы поскольку это хроническое заболевание и его причины мы воздействовать не можем они до сих пор не всегда точно извинны целью лечения становится контроль заболеваний чтобы у человека не было проявления симптомов чтобы человек мог нормально жить помимо контроля заболевания контроля над его симптомами целями лечения является безопасность терапии и конечно затраты на эту терапию используется ступенчатый подход что это означает чем тяжелее астма чем хуже она контролируется тем больше препаратов и чаще они принимаются и все лечение астма оно разделено на пять ступеней начиная от самой легкой и заканчивая самой тяжелой если человека на данном ступени не удается контролировать астму то повышает количество препаратов добавляет ингаляционные глюкокортикостероиды добавляют бета-2 агонисты длительного действия и так далее по нарастающей вообще препараты для астма они делятся на две большие группы это базисная терапия и по потребности базисной терапии как раз направлен на то чтобы не было возникновения обострения не было симптомов направлено на контроль заболевания препараты по потребности это обыйта 2-агонисты короткого действия который направлено то чтобы вот снять сразу быстро симптомы которые возникли у человека считается что если человек постоянно принимает бета-2-агонисты короткое действие постоянно по потребности ему требуется прием препаратов астма у него не контролируется и это тоже один из критериев по которому оценивается эффективность базисной терапии Нужны ему препараты по потребности или не нужны. Основа современной терапии бронхиоленазма – это ингаляционные глюкокортикостероиды. Они начинают применяться со второй ступени. Начиная с третьей ступени, их комбинируют с бета-2-оргонистами длительного действия. У них разный механизм, но вместе, в сумме, эта комбинация считается наиболее эффективной на настоящий момент для лечения бронхиальной астмы. И небольшое отступление. В настоящий момент есть препарат, называется форматерол. Он обладает свойствами как бета-2-оргонистов длительного действия, так и бета-2-оргонистов короткого действия. То есть, с одной стороны, он позволяет быстро снять симптомы, с другой стороны, у него длительное действие, он позволяет контролировать течение астмы. Это единственный препарат, который рекомендован в качестве единого. То есть, его можно принимать и по потребности, и для постоянной терапии. Почему я о нем говорю? Он входит в состав постера. В последнее время ряд авторов стали говорить о том, что симптоматики в течение бронхиальной астмы особое значение имеют малые дыхательные пути. То есть, это мелкие бронхиолы. С чем это связано? Поражается бронхиальная идея рыба на всем его протяжении. Но современные ингаляционные препараты, они имеют достаточно большой размер. Их частицы, там порядка 20, что ли, микрон. И они проникают только в крупные бронхиолы. В мелкие бронхиолы они проникнуть не могут. В результате снимается воспаление в крупных бронхиолах, но остается воспаление в мелких бронхиолах. И у человека все равно сохраняются симптомы астмы. Поэтому становится очень важным уменьшить размер препарата, который будет проникать уже в мелкие бронхиолы и лечить на этом уровне астму. То есть, снимать гиперреактивность бронхов. Когда важна роль малых дыхательных путей? В настоящий момент считается, что поражение малых дыхательных путей особой роль играет при астме, трудной для контроля. То есть, те пациенты, которым назначено все в соответствии с показаниями, а все равно астма не контролируется, считается, что одной из причин препарат не доходит до мелких бронхиол, они обуславливают терапию. Они обуславливают симптоматику, сохранение симптоматики, то есть неуспешность терапии. Что еще? Еще у курильщиков тоже поражены эти мелкие дыхательные пути. У них тоже тяжело контролировать астму. А также у пациентов с сочетанием астмы с хронической обструктивной болезнью легких. Ну, также это пожилые люди и те, у кого астма уже установлена длительное время, то есть больше 50 лет, кто имеет большой стаж астмы. Какова была цель исследования? Цель исследования была оценить применение фиксированной комбинации бекламетазона типропионата и форматерола для лечения больных астмой. Как я говорил, форматерол сейчас на международном уровне рекомендован не только для базисной, но и для симптоматической терапии, терапии по потребности. Поэтому оценивали мы его и в качестве базисной терапии препарат Фостер, и в качестве единого ингалятора, то есть когда он принимается для ликвидации симптомов и для поддержания уровня контроля. Что такое экстрамелкодисперсные? Вот препарат Фостер, он относится как раз к тем препаратам, у которых размер лекарственной частицы очень маленький, и он должен проходить в малой дыхательной пути. То есть гипотеза состоит в том, что препарат, проникая глубже в бронхиальное дерево, устраняет воспаление, устраняет гиперреактивность на всём протяжении бронхов. За счёт этого астма лучше контролируется, лучшие исходы должны быть, лучший контроль при меньшем потреблении препарата. Какая была стратегия поиска информации о медицинских препаратах? Во-первых, использовались только опубликованные, причём находящиеся в свободном доступе источники, публикации результатов клинических исследований. Отбирались результаты клинических и клинико-экономических исследований. То есть мы сравнивали не только клиническую эффективность, но и экономическую, а также безопасность. Это связано с целями современного лечения астмы, контроль заболеваний, безопасность и наименьшие затраты, поскольку это пожизненная терапия. Где мы искали? Стандартно. Это база Кокронского сотрудничества, это база данных российской медицины, МГМУ имени Сеченова, это Пабмет и Медлайн. Также мы пользовались Яндексом и Гуглом. Как искали? Использовались сочетания ключевых слов. Астма, бекламетазон и форматерол. Испали публикации за последние 10 лет, с 2005 по 2015 год. Что мы оценивали? Оценивались твердые конечные показатели, то есть эффективность лечения конечная. Как контролируется астма? Целью лечения астмы является контроль над астмой. Вот контроль над астмой мы оценивали. Как? Наличие дневных симптомов, наличие ночных симптомов, уровень потребления препаратов по потребности. Современные подходы используют специальные опросники для контроля астмы. Они рекомендованы как в международном руководстве джина, так и есть специальные опросники. Например, ICQ, ICQ-5, ICQ-7, они различаются. Мы брали исследования, в которых используется либо критерий джина, либо какой-то из опросников, либо просто замеряется количество дней, ночей без симптомов астмы, сконтролируемой астмы, и в которых измерялось потребление препаратов по потребности. Показатели безопасности мы оценивали – это частота и виды побочных эффектов, и осложнения, которые дает Фостер. Отбирались мета-анализы, отбирались систематические обзоры, и поскольку первоначально отбирались только два вот этих типа исследования, как обладающие на высшем уровне доказательности. Но когда мы провели поиск, выяснилось, что их очень мало. Всего лишь три обзора, которые не дают ответа на наши вопросы. Поэтому был продолжен поиск, и далее отбирались рандомизированные клинические исследования. Любое исследование направлено на сравнение терапии с чем-то. Вот мы в качестве сравнения брали любую фиксированную комбинацию ингаляционных гурцикостероидов с бета-2-агонистами. Наверное, надо было сказать в разделе лечения, сейчас везде, как я уже сказал, с третьей ступени рекомендуется сочетание ингаляционных гормонов с бета-2-агонистами. И поэтому в современном мире выпускаются специальные препараты, в которых уже фиксирована комбинация. То есть в одном флакончике есть ингаляционный глюкокостероид и бета-2-агонист. Пациенту это удобнее, ему не надо носить два флакончика, не надо запоминать, сколько вдохов, какого сделать. И вот такие фиксированные комбинации, они являются наиболее распространенными сейчас. Вот мы их и отбирали. Ещё мы сравнивали фостер, в его состав входит два компонента, как я говорил, бекламетазон, форматерол. Мы сравнивали его по отдельности с бекламетазоном и сравнивали в качестве препарата по потребности с любым бета-2-агонистом короткого действия, либо форматерол. Каковы результаты? Ну, первое я уже сказал. Мы нашли только три систематических обзора, которые в том числе включают оценку фостера. Нашли шесть рандомизированных клинических исследований, посвящённых сравнению фостера. И нашли семь фармкоэкономических исследований, посвящённых оценке экономической эффективности фостера. Часть из них были исследования, часть были моделирования или фармкоэкономический анализ. Результаты. Безопасность. Один из обзоров, который мы нашли, был сделан Кокронским сотрудничеством, был посвящён полностью вопросам безопасности. В нём сказано, что по фостеру недостаточных данных для каких-либо выводов. Другой обзор и ряд клинических исследований дают выводы, что отсутствуют достоверные различия в переносимости фостера и других фиксированных комбинаций. То есть частота побочных эффектов одинаково, сравнимо. Достоверных различий никто не отмечает. Клиническая эффективность. Так, ещё раз. Одно рандомизированное клиническое исследование и один систематический обзор дают информацию, что применение фостера эффективнее, чем применение его компонентов в свободной комбинации. То есть фиксированный вот этот вот аэрозольчик, который содержит два компонента, это эффективнее, чем если пациент принимает те же препараты, но по отдельности. Это может быть связано как с тем, что в фостере экстрамелкодисперсный бекламетазон, то есть он глубже проникает, так и с тем, что просто это фиксированная комбинация, которая более эффективна. Надо сказать, что вот систематический обзор, он оценивал, в принципе, все фиксированные комбинации, имеющиеся на сегодняшний день, это бодисанид-форматерол, бекламетазон-форматерол и флютиказон-сальматерол, с их свободной комбинацией их компонентов. И он пришёл к заключению, что только у фостера есть вот такая вот эффективность. То есть все остальные сочетания, можно отдельно принимать бодисанид и форматерол, либо принимать их в едином флаконе фиксированной комбинации, эффективность будет разная, одинаковая. Только у фостера получается эффективнее, чем свободная комбинация его компонентов. Два рандомизированных клинических исследования показали результат, что фостер эффективнее, чем монотерапия бекламетазона. Но это результат ожидаемый, потому что фостер содержит в своём составе ещё бета-2-агониз длительного действия, а это уже основа современной терапии, везде показано, что сочетание гормона плюс бета-2-агониста эффективнее, чем отдельно гормон. Ещё один обзор и три исследования показали, что у фостера сравнимая комбинация, сравнимая эффективность с другими фиксированными комбинациями. Бодисанид форматерол и флотиказон с альмитерол. Но я хочу обратить ваше внимание, что вот этот систематический обзор был основан на двух рандомизированных клинических исследованиях. Они были проявлены Попи и с авторами в Италии. Они имеют одинаковый дизайн. То есть эти два исследования посвящены одно сравнению фостера с бодисанидом форматеролом, второе сравнение фостера с флотиказоном с альмитеролом. И в обоих исследованиях, сделанных в одно и то же время по одному и тому же дизайну, одинаковый вывод. Фостер сравнимо эффективно с другими фиксированными комбинациями. При этом в дизайне этих исследований были исключены все пациенты-курильщики, в том числе бывшие, пожилые люди были исключены. То есть исключены люди, которые являются целевыми для применения фостера. У кого поражение малых дыхательных путей может играть основную роль в их заболевании. То есть для кого будет наиболее предпочтительным применение экстрамелкодисперсных форм. Ну и последний результат, который я здесь вынес в оцинку, как единый ингалятор, фостер эффективнее, чем применение фостера в сочетании с сальбутамолом. Сальбутамол – это как раз бета-2-агонист короткого действия. То есть уже доказано, что в качестве единого ингалятора применение фостера становится эффективнее, чем в сочетании его с каким-то еще баллончиком. И это удобнее для пациента – носить один баллончик вместо двух. Это повышает комплайнс пациента в терапии. Экономическая оценка фостера. В Великобритании было проведено ретроспективное исследование со спаренным контролем реальной практики. То есть что они сделали? У них есть база данных пациентов амбулаторных, в которые идут записи о пациентах. Диагноз, назначенные терапии, частота посещения к врачам. Они отобрали всех пациентов, по которым врач принимал решение переводить их с флутикозона на фостер или же оставить на флутикозоне. Отбирались данные по этим пациентам за 12 месяцев до принятия решения врача и за следующие 12 месяцев после принятия решения врачом. То есть переводить и оставлять. И сравнивались пациенты, переведенные на фостер, с пациентами, которые были оставлены на предыдущей терапии флутикозону. И они при этом оценивали стоимость лечения. То есть не только клинические показатели, но и что это стоило в деньгах. Их результат. Стоимость лечения фостером была меньше, чем стоимость лечения флутикозоном с альмитеролом. Причем основной вклад в стоимости лечения вносит стоимость ингаляторов. Они оценивали прямые медицинские затраты. То есть не только стоимость медикаментов, но и стоимость приема у врачей, стоимость обострения, неотложной помощи. Основной вклад фостер 280 фунтов стерлингов при общих затратах на лечение 345. То есть вот это исследование показывает не только эффективность фостера, но и что еще вносит, какой компонент наиболее весом в терапии. То есть в затратах на лечение пациента больше всего составляет лекарство. Правильно выберем лекарство, будут наименьшие затраты. Значит больше больных смогут получить хорошее качественное лечение. В Германии провели исследование, они оценили стоимость терапии фостера против свободных комбинаций его компонентов. Так, стоп. И получили, что терапия фостером, она получается эффективнее, чем терапия свободной комбинации его компонентов. Вот это вот исследование, оно было основано на предыдущем клиническом исследовании, которое сравнивал эффективность фостера против его компонентов свободных. Вот на этом вот рандомизированном клиническом исследовании. Кстати, вот этот вот систематический обзор, он тоже основан на этом рандомизированном клиническом исследовании. В Италии провели оценку стоимости лечения фостером против флотикозона. Проводилась оценка с точки зрения Итальянской национальной службы здравоохранения. То есть всегда, когда проводится экономическая оценка, нужно понимать, с чьей точки зрения она проводится. Одно дело – потери и затраты пациента, другое дело – потери и затраты системы здравоохранения, третье дело – потери и затраты, например, прямого работодателя. В Италии для анализа использовалась модель Маркова и их результаты, что фостер дает меньшую стоимость терапии, 745 евро против 804 на флотикозоне. Незначительно увеличивает количество недель с хорошо контролируемым течением астмы, а это основная цель лечения – увеличить контроль астмы, увеличить количество времени, когда астма контролируется, и дополнительно прибавляет квейли для фостера. То есть фостер получается более эффективным клинически и более эффективным экономически. В России был проведен анализ минимизации затрат. Он основывался на данных ПАПИ, которые проводил исследования, сравнивая фостер с бодисонитом и флотикозоном, и показавшим, что у них сравнимая эффективность клиническая. В России, когда провели анализ минимизации затрат, он как раз используется в той ситуации, когда есть два разных типа лечения, которые дают одинаковую клиническую эффективность. Надо выяснить, что из них дешевле, что выгоднее использовать тогда. И результаты российского анализа, что лечение фостером, 12-недельный курс, обходится дешевле, чем бодисонитом и флотикозоном. Данное исследование проводилось в 2009 году. Цены брались на основе данных на Центропротек. Авторы провели исследование, анализ чувствительности. То есть они увеличили на 10% цены на фостер. И всё равно затраты на терапию остались наименьшими. То есть это показывает, что данный результат не случайен, что он стабилен. Два исследования были проведены в Испании экономически. Первое было в 2008 году. Авторы построили модель, которая оценивает влияние на бюджет здравоохранения, внедрение фостера в реальную клиническую практику. И они пришли к выводу, что в резонт у них был оценки 5 лет, и они пришли к выводу, что если внедрить фостер, то его применение позволит за 5 лет сохранить в Испании 11 миллионов евро. Для построения моделя они использовали прогноз рынка, прогноз цен на препараты, прогноз по росту заболеваемости, по изменению населения. То есть они учитывали, что произойдёт. Это не просто был одномоментный срез, а они построили модель, как будет меняться заболеваемость астмы, как будет меняться потребление лекарств, стоимость на эти лекарства. И получили, что применение фостера позволяет сохранить деньги. В 2010 году другие уже авторы, но тоже в Испании, использовали модель Маркова, сравнивая фостер с комбинацией флотикозон, сальметерол. Они получили, опять же, увеличение квейли на фостере, на приёме фостера. И они оценили разницу затрат. У них получилось, что инкрементальный коэффициент эффективности затрат на фостере был меньше 30 тысяч евро за квейли дополнительный. Что это означает? В Испании 30 тысяч евро за квейли, это принято как порог эффективности затрат. То есть, если показатель меньше, и стоит использовать выше порога, не стоит использовать терапию. И последнее исследование, которое проводилось в Европе, оно затрагивало Испанию, Нидерланды и Великобританию. Опять использовалось модель Маркова. И оценивался инкрементальный коэффициент эффективности затрат. Для разных стран было получено, что сравнивались высокие и средние дозы флотикозона против применения фостера. Прием высоких доз флотикозона против фостера стоил 70 тысяч фунтов и 200 тысяч евро. То есть, разница фостер дешевле, чем флотикозон. В случае же сравнения средних доз флотикозона и фостера инкрементальный, вот этот коэффициент составил 29 тысяч фунтов и 30 тысяч евро. Опять же, фостера дешевле. И авторы приходят к выводу, что фостер является выгодной альтернативой при перевозе пациентов с высоких доз флотикозона. То есть, когда делается ступень вниз в терапии пациентов. Общий вывод по экономической оценке, который я не написал на слайде, но хотел озвучить. Даже если мы берем, что клинические исследования показывают сравнимую эффективность существующих трех фиксированных комбинаций фостер, бутисанид, форматерол и флотикозон, сальметерол, то все равно экономические исследования в разных странах проведенные показывают, что фостер экономически выгоднее. Ну а по клиническим исследованиям дополнительное такое заключение, что их количество очень мало на настоящий момент. И, к сожалению, были в хорошо спланированных исследованиях исключены именно целевые группы, которым фостер мог бы быть наиболее эффективен. У меня все. Ваши вопросы? Спасибо. Вопросы. Сейчас не готов ответить по стоимости фостера. Может быть. Я не готов. Еще вопросы? А вот вопрос такой. Где-то у вас там прозвучало, что систематический обзор по одному РКИ. Это как это вообще? Там оценивался... Сейчас скажу. Это был обзор, который сравнивал эффективность фиксированных комбинаций с свободной комбинацией тех же компонентов. То есть фостер по сравнению с бекламатозоном, форматуролом, бодисонид, форматурол по сравнению с отдельным бодисонидом и форматуролом. Всего там в систематическом обзоре было 7 исследований. Но из них только одно посвящено фостеру. Ну иначе непонятно было. Да, там получается непонятно, почему я и говорю, почему был продолжен поиск публикации уже более низкого уровня рандомизированных клинических исследований. Потому что, когда мы оцениваем систематический обзор, в чем его высокая доказательность? Он должен по одному вопросу собирать несколько рандомизированных клинических исследований и их обобщать. Это нивелирует и ошибку авторов, предубежденность авторов, и небольшую, допустим, статистическую мощность, если было недостаточное количество пациентов. А в данных обзорах получал, что каждый из них основан на фактически одном исследовании. Понятно. Еще, да, конечно. Я понял вопрос. Как раз гормонального компонента хватает. В этом и преимущество Фостера. За счет того, что препарат, частицы лекарственные более мелкие, они более глубоко проникают и более полно усваиваются. Поэтому общая тоза гормонов снижается. Вот это более высокая эффективность экстрамелкодисперсных форм. Насколько я помню, уменьшается в два раза. Доза гормона идет снижение в два раза. Рекомендация как бы не входила в задачу обзора. Обзора, да, значит, мы можем только говорить о том, что опубликовано. Это во-первых. Во-вторых, я хочу напомнить, что все-таки основная задача лечения астмы это как можно меньше гормонов. Да, чем меньше, тем лучше. Если их вообще нет, то совсем хорошо. Поэтому, если удается снизить дозу гормонов, то это как минимум надо приветствовать. А в данном случае, если я правильно понимаю, доза снижается за счет того, что проникновение в бронхолиопочную систему более глубокое за счет мелкой пыли, которая туда залетает. Да, если крупные капли, то они остаются в ротоносо-глотке. А если мелкие, то они достигают мелких бронхов и, соответственно, снимают воспалительный отек там. Тем более у больных, у которых дополнительно имеются какие-то компрометирующие условия для развития астмы. Я правильно на русско-кухонный язык перевел? Еще вопросы? Ну, мы вас будем и дальше, наверное, знакомить с нашей работой по оценке технологий, потому что мы впервые в России начали этого делать. Это реальные систематические обзоры. Они уже сегодня делаются на уровне Кахрейна, поскольку мы используем методики и Кахрейна, и Найса. Это национальное, значит, как он там называется-то, агентство по качественной клинической практике Великобритании, которое является основой для принятия решений о финансировании тех или иных технологий, в частности, лекарств. Что касается цены препарата, это, конечно, вопрос интересный, но мне хотелось бы напомнить, что в астматике лекарства получают бесплатно. Нет? Ну, а что тогда за цену вдруг забеспокоились? А? На поликлинику? Какая поликлиника? Сумма – это что-то новое. Это я первый раз слышу. Слушай, какая сумма на поликлинику? Чего, 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 чего? Это каким? Нет, ограничить деньги – понятно. Какая сумма, каким законом, каким документом на поликлинику выделяет сумма? Я первый раз слышу об этом. Вы уверены в этом? Или это вам главные врачи говорят? А-а-а. Вот это другой разговор, потому что, скорее всего, никакого документа нет. Скорее всего, есть общий разговор о том, что надо бы лечить подешевше. Но это общий разговор, понимаете? А когда мы доходим до пациента, то от общих разговоров мы переходим к конкретике. Поэтому здесь надо 10 раз взвесить. Собственно говоря, мы и собираемся, и просим, и предлагаем, я бы даже сказал, компании заняться фармакоэкономикой именно потому, что не всё то, что дёшево – дёшево, да? И мы тратим всё время на дешёвые препараты, получая потом достаточно плохие эффекты, и вынуждены будем тратить всё больше и больше. Но у меня вопрос всё-таки к осматики. Бесплатные? А кто что-то тут крикнул, что не все? Кто сказал, что не все? Бесплатно. Ну ладно, хорошо. То есть это всё 100% работает? А? Ну что, это какая-то неуверенная реакция. Так работает или нет? Или всё-таки не все получают? Все получают. А? Нет, нет, ну это второй вопрос. Мне важно, что все получают всё-таки, да, потому что как-то это давно очень было зафиксировано, что осматики являются льготной категорией без всякого, так сказать, якова, да. И если они не получают, то это хуже. Нет, 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 это не советское время. Нет, ничего подобного. Да ну Господь с вами. В советское время никаких не было бесплатных лекарств. Вы о чём вы говорите? Хорошо. Пожалуйста, конфеты. Спасибо. 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 Продолжение следует...